Сегодня 5 июня 2011 год Вот это вот какая-то зола За большой бакет Нравятся мне вот эти все ржавые штучки Я просто я пробую с этого Какая красота Где они могли их набрать Ладно, вот моя красавица Машиночка, моя миленькая девочка Смотрите на дорогу Я просто проезжала вот по этой трассе И увидела вот Это видео Это видео Они хотели, они говорят Хочешь, мы тебя сфотографируем? Стань туда, мы тебя сфотографируем Я говорю, это видео Вообще американцы, конечно, молодцы Они всегда готовы кинуться на помощь Они рады помочь Они ищут кого-то, кому нужна помощь Мой муж постоянно мне Я говорю, пожалуйста Ну пожалуйста Ну не спрашивай меня про помощь Я говорю, господи боже мой Я за свою жизнь Не будем говорить Какой величины Ни разу в жизни я никогда ни у кого не попросила помощи В жизни я никогда не попрошу Я настолько Я выросла сама по себе Это я об этом не буду говорить, ладно Я просто никогда ни у кого не прошу Жизнь не попрошу Не подвести меня Ни отвести меня Ни денег Ни вообще никогда Ничего Потому что Я настолько совершенно независимая Я родилась такой сильно независимой Не знаю И когда Я даже подарки получать не могу Я никогда не справляю день рождения Потому что будут нести подарки А я это фу Это уже зависимость какая-то определённая Не могу Так вот Я никогда в жизни не прошу помощи, я никогда не попрошу, не знаю почему, может это дурацкий характер, может это неправильно, но тем не менее не переделаешь, оно где-то внутри сидит, меня, и ничего ты не сделаешь, ладно. Так вот, американцы все очень-очень-очень-очень ждут, чтобы попросили, ну что, они просто даже не попросили, они сами предлагают. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Can I help you? И мой муж, он же тоже у меня коренной американец, он же тоже нормальный, порядочный человек, он тоже как бы, тем более, он джентльмен, он тоже всегда, can I help you? А, я иногда хочу его за это убить, или пожалуйста, ну, я только хотела тебе помочь, я говорю, ну я тебя просила о помощи, нет, ну не надо мне помогать, когда я пока не, ладно. Я начинаю говорить о мрачном, я теперь говорю о хорошем, все, короче говоря, вот это вот, вот эти все каменюки навалены, это не только для красоты, вот эти все каменюки, все это можно купить. То ли их продают мешками, то ли их продают навес, я не знаю, если честно, но как-то их продают. Это все, вот эти все каменючки, это все покупаются с тем, чтобы делать вот такие красивые возле дома и за домом, вот практически везде, если есть дом, обязательно есть участок земли. Вот как они сделали примеры, как красиво вот это можно сделать. Вот так камешками все выложить, вот Зуля, кстати, очень хочет такое сделать, надо, я ей просто видео покажу. Как все просто, не надо никакой травы, то есть, когда, допустим, не растет трава, проблема, ну у нас, у нас вообще здесь во Флориде один песок, очень сложно вырастить траву. А так как они работают, допустим, у них это, ну это, надо очень много ухаживать, надо много денег тратить на землю, не на землю, а на траву, чтобы она была красивая. И очень много времени. Спрингл-систем должна быть, ну в общем, это целое дело. Поэтому можно вот так вот просто вот, вот типа этого, что-то вот выложить в дворик с камешками и уже смотрится красиво. Вот поставить в эти вот зеленушку какую-то вот в эти вот горшки и оно все заиграет. Посадить пару пальм и все уже играет, все красиво. Вот о таком домике примерно я говорила. Вот такой домик я себе хочу, в котором я бы с удовольствием жила. Просто такой деревянный домик. Очень люблю деревянные домики. И вот показано здесь, как можно из этих же камней вот выложить, сделать типа, не бассейна, как это сказать, фонтанчика, ручеечка, как, что это сказать. В общем, водичка какая-то, заводь маленькая. Вот так придумано здорово, вот этот старый какой-то кран, старый бидон, все-таки течет. Здорово, конечно. Вот такие вот я люблю. Вот это тоже на продаже. Вот оно как бы старинное-престаринное, но вот оно и, наверное, самое дорогое. Потому что положить новое бревнышко, как бы, не будет того эффекта. Здесь, в кинетике. А здесь ничего, тут просто палатка для танцев. О, больный зал. И вот, а нам он как интересно. Сделали, разбили горшок на две части и просто выложили вот здесь и здесь горшок. Домик хорошенький, сейчас я в него войду. А вон еще какой-то, этот, динозавр. Что-то мне динозавры попадаются в последнее время, то ресторан с динозаврами. Наверное, уже скоро я и живу во встречу на своем пути. Вот очень люблю вот такие выкрашенные фигурки, лягушки, рыбки. Они так оживляют. Так, а что здесь? Тут, по всей видимости, ладно, не буду я гадать, что здесь. Ай, какая лягушка красивая. Триста, триста восемьдесят пять долларов стоит что? Ну, Джорджия. Вот этот камень стоит? Триста восемьдесят пять долларов. На минуточку. Вот интересно. Hi. How are you? No, no, I'm just making a little video. Вот такой камень, вот кому бы в голову пришло в нашей стране за такой камень платить триста восемьдесят пять долларов? Да никому никогда в жизни. Надо, приехал, забрал и увез. Вот такое растение у меня тоже растет. Я посадила их много, но они у меня все померзли. Вот это растение, которое живет на Гавайях, вот это вот, с цветочками. И когда вы приезжаете на Гавайи, или когда я приеду на Гавайи, мне на шее повесят веночек, не веночек, а вот такой вот, как бусики, вот с этих живых цветочков. Это как бы называется гавайское что-то. Трудно, трудно, хочется сразу все снять, и трудно уйти. Так все красиво сделано, так все ухожено. Вот это все деревянное, вот это все такое яркое. Водичка тут же течет. Ой, прям сказочная. Так, надо теперь еще отсюда показать. Это я опять зашла через задницу, как всегда. Опять зашла через... Не тот вход. Вернее, через выход. Вот, landscape depot. Depo. Тенни читает. Себака мяся маленькая. Очень все красиво, очень все ухожено. Чувствуется, прямо душа сюда вложена. То есть тот, кто здесь работает, просто ложил свою душу. Физически ощущается вот это тепло. Ладно. Если... Да. Вот это вот здесь место, где платят. По всей видимости. Какая-то кухонька у них. Это офис у них. Это тоже, я так понимаю, можно, не знаю, мне это не надо. Вот тут тоже цены стоят. Даже ракушки продаются отдельно. Как все красиво. Как все ухожено. Их даже с этой штучки течет водичка. Тинь-тинь-тинь-тинь. Дваточка на минуточку тоже 49-99. Вон, мужчинка застыл, сидя, сидя на тракторе. Вставай уже, бери шинель, пошли домой. Ха-ха, сидит бедный. А вон еще один сидит в маечке. Маечку хоть бы поменять. Красотулечка моя. Заработался, зарапортовался. Ладно, начну все по порядку. Вот он, окаменевший сын. Какого-то старинного. Не, ну надо же, вот такие грабли. Какое все, какое все интересно. Динозавра. Ой, дыдочка там внизу. Ха-ха, что там в той дыдочке? Ха-ха-ха. Ну, тоже правильно, а как же? А как без дырочки? Ха-ха-ха. Привет, красавчик. How are you? Не, ну это надо такую красотулечку создать. Боже, какие умнички люди, а. С этими мальчиками, что бедненькие сидят, никому не нужные. Девчонок нету, ну как? Вот так сидишь целый день, целую ночь, сутками напролет. Аж ножки покосаребились. Ну и что ты, молчонок, устал? А ты девочка? Ой, извините. Я думала, ты мальчик. Девочка бедная. Боже мой, женский такой тяжелый труд на тракторе. Это только в Америке такое может быть. Нарушение прав человека. Ладно. Да, вот эти, вот такие штуки, наверное, когда покупали, наверное, заплатили уйму денег. Вот за такие железяки. Потому что сейчас такое, конечно, подобное найти, это ж, наверное, практически невозможно. Вот такой трактор, вот такой красавец. Это ж вообще чудо-чудное, диво-дивное. Ну, пожалуйста. Садись и поехали. Готов к работе. Вот косилка. Или не собиралка, не знаю. Я никогда в деревне не была. И немножко путаюсь. Где косилка, где сажалка, где... Знаю, что трактор это трактор. Ну, а ты мальчик, а ты или девочка? Мальчик, бедненький, без ручек, без ножек. Пожалейте голодного. Пожалейте холодного. Да. Вот сидит в красивых шортах, джинсовых. Ладно. Оставлю мальчика в покое, хосе живет. До свидания, родной. Тут тоже речушка какая-то вещь. Пойду, потому что у меня уже... Я использовала много минут. Вот сейчас быстрым взглядом окину. Вот тут еще и сад есть, так называемый. Вот деревья бедненькие. Чего же их не поливит? Они уже вон засохли все. Бедняшки, наверное. Хотел сказать, что сейчас закончу видео, пойду скажу, что полили цветы. Вот это называется дерево опять. Матерное слово забыла. Сейчас я скажу, как оно называется. Вот оно. Вот оно название. Бугенвилье. А, это Бугенвилье. Не это дерево я имела в виду. Я имела в виду. Большое дерево как сиренья называется. Вот это тоже Бугенвилье. Ой-ой-ой. Пока вы говоришь. Ладно. Какие дулечки такие интересные. Боже, какое растение красивое. Ух ты, я такого не видела. Такие пупочки. Ай, такие классные. Классные, как кипарисики маленькие. Боже, оно такое стоит. Оно стоит 11.95 всего лишь на все. Фокстейл ферн. Фокс – это лиса. Это лисий хвост. Какие шикарные. Три галлона – 12 долларов. Красота влечка какая. Хоть хочется, как за какие-то родственниками, что ли. Я вообще ужасно привыкаю ко всем и ко всему. Я помню, маленькая была. Отдыхающая приезжая. Ну, в Ялте в городе жила. Мама постоянно пускала отдыхающих. Мы жили во дворе. Эту комнатку одну сдавали под отдыхающих. Я ко всем так сильно привязывалась. Вот они там 10 дней, 12 дней, 16 дней, 20 дней отдыхают. И уезжают. Все, у меня слезы на глазах. Для меня это была просто катастрофа. Я теряла самых близких московинников. За каждыми, за всеми. Я плакала на взрыве. Потом сходила с дыркой сердца. Но потом мама брала новых отдыхающих. Я потихоньку привыкала к ним. Пока я к ним привыкла, им тоже предстояло уезжать. И снова были слезы. Ну, в общем, вот такая вот я росла. Слишком. И сейчас такая же, наверное. Я настолько быстро привыкаю. Привязываюсь. Не привыкаю, а привязываюсь, наверное. Очень-очень сильно привязываюсь. И сейчас я немножко научилась как-то контролировать это. Я иногда себя держу так на расстоянии. Но если я уже сняла вот это вот, как сказать, ограничение по расстоянию, всё, я уже буду всецело и полностью принадлежать человеку, я имею в виду другу, подружке. То есть дружить, значит дружить. Любить, значит любить. Серединки не бывает. Есть только полнейшая стопроцентная привязанность, доверие. И всё прочее. Ладно. Вот что мне нравится. Вот что мне нравится. Вот я, вот я, вот я, вот я, вот я уже попрошу такую штуку сделать. Правда он мне уже сделал. Вот она какая красавица. Просто из досок, вот, ни краски, ничего нет. Как красиво смотрится. Ладно, ухожу я. Какие красиво разрисованы. Просто сказка. Не надо мне показать. 30% офф. Мексиканская керамика. Очень красиво, конечно. Смотрится очень красиво. Так и так, и так, украшают, просто украшают. Вот это вот 110 долларов. Вот это тоже здесь маленькое 10 долларов. Ну, вот это стоит 17 долларов. Ну, и так далее. Ладно. Вот этот каменючка ещё стоит 295 долларов. Гранит, декоративный гранит. Ну, и что-то уже на вот рельс. Итак, всё. Крестик люблю. Очень сильно. У меня там поступило предложение от одного мальчика, который у меня в подписчиках. Он говорит, давайте создадим где-то там на фейсбуке или на где-то страничку и поместим туда всех, кто вас любит. Я говорю, я планирую. Ой, мне так было приятно вообще. Я вас не... Спасибо большое. Сделаем обязательно. До свидания, до свидания, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok